Амфитеатр, кафетерий, детские спортивные площадки, зона для выгула собак. Разрабатывая дизайн-проект парка на улице Сосина, специалисты Департамента архитектуры и градостроительства постарались учесть все пожелания горожан. В процессе работы над концепцией они проводили собственные исследования, опросы, встречи с жителями. Таким образом мы поняли принципиальные задачи развития данной территории. Это сохранение лесного массива, расширение детской зоны, установление образовательной функции, повышение безопасности территории, адаптация для разных групп пользователей и работа не только с детским парком, но и с прилегающей территорией около Дворца творчества школьников. Территорию Дворца детского творчества решили благоустроить вместе с парком в едином стиле. Таким образом общая площадь проекта увеличилась до 5,5 гектаров. Ландшафтные работы в парке начали еще в 1980 году сотрудники проектного бюро «Мусина». С тех пор эта территория постепенно пришла в упадок. В 21 веке задачей минимум – это создать современное городское пространство, не теряющее историческое составляющее. Поэтому вазу в центре парка оставляют и включают в общую стилистику. Она остается, это отсыл к прошлому, к истории, которая все-таки сложилась. Мы просто саму клубу, вот эту кирпичом, который в сером выложен, мы ее реконструируем там, где необходимо. И вокруг нее можно сделать лавочку бетонную, ну, с деревянным настилом. Новое общественное пространство по задумке архитекторов должно стать центром притяжения для жителей старой части города и посетителей парка в любое время года. Многие зоны проектировались с учетом использования зимой для создания ледяных горок и тематических площадок. Также на правах софинансирования и привлечения спонсорских средств авторы проекта предлагают построить кафетерий. Мы предлагаем разместить вдоль улицы Сосина кафетерий небольшой, порядка 107 квадратных метров его площадь, в один этаж. То есть это такой павильон светлый будет, в котором можно будет провести какое-то детское мероприятие, день рождения, либо просто прийти, ману там с ребенком, купить кофе, чай, ребенку там с холодкой ватой пойти дальше гулять. Специалисты департамента подробно рассказали о каждой зоне парка, а что там будет, из какого материала сделают покрытие, какой высоты установят фонари, где поставят клумбы и ответили на вопросы горожан. Тех, кто заинтересовался дизайн-проектом и пришел высказать свое мнение, оказалось крайне мало. Но они активно включились в разговор и уточняли все детали концепции. Много вопросов было о том, как приспособит парк для посетителей с собаками. Маршрут для собак, для посетителей парка с собаками, которые могут зайти отсюда, пройти на эту площадку, здесь поиграть, сделать все свои дела и пойти вдоль периметра и сделать большой круг. И при этом они не пересекают вот эти все дорожки и площадки, из-за которых мы переживаем. В январе следующего года с дизайн-проектом парка на улице Сосина Саров подаст заявку на участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В случае победы наш город сможет получить из федерального бюджета грантовую поддержку на сумму 100 миллионов рублей. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.